Идиот, поставь! Всё! Что поставь? И почему я идиот? Я так и не понял, я так и не узнал! Всем привет, с вами Вось, и я думаю то, что многие из вас знают, многие из вас понимают, неважно какой человек был бы, хороший он или плохой, у него всегда будут критики, у него всегда будут те люди, которые его ненавидят. Как многие уже догадались, это видео пойдёт о моих гневных комментариях, точнее гневных комментариях, которые были адресованы мне. Хоть это и негатив, хоть это порой раздражает, но если честно, если посмотреть это немножко с другого ракурса, это настолько смешно, я просто охреневаю, постоянно. Вы даже не понимаете, в каком количестве я получаю эти комментарии, вы может быть многих и не видите, потому что они заблокированы автоматически Ютубом, но они есть, и их очень много, и сейчас мы их посмотрим. Начнём, пожалуй, с лёгкого. Войс украл мод у Войса. Нихрена я не понял, я сколько думал, я ни хрена не понял, что это может значить. Если вы знаете, может быть можете помочь в комментариях как-то, потому что это на самом деле как-то не поддаётся моему воображению. Допустим, я решил сделать обзор на мод, и вдруг я его беру и краду у самого себя. Вот это поворот! Я даже сам не мог ожидать от себя. Войс, ты дебил, выкладываешь одно видео в неделю. Это, походу, мой был истинный фанат, который переродился в хейтера, потому что насколько можно любить мои видео, чтобы меня потом ненавидеть за то, что я их не выпускаю. Э, следи за базаром, тебя дети смотрят, а у тебя мат-перемат. Тут опять же такой небольшой косяк. Дело в том, что мой канал, может быть, и предназначался для детей первое время, но, да нет, первое время он вообще не предназначался ни для кого-то. Я вот вроде делаю, что я хочу, и почему я должен подстраиваться под кого-то? Я, с одной стороны, понимаю, я начал с детского контента, а потом плавно начал переходить, и вот такие комментарии пошли. Ладно, ладно, мы это оставим. Лох, на втором уровне надо было алмаза брать, а на третьем уровне алмаза был положить в эндерсундук. Это просто фанатики Майна, я думаю, мне кажется, вообще не стоит их рассматривать. Идиот, поставь, всё, что поставить? И почему я идиот? Я так и не понял, я так и не узнал. И это обидно, потому что, может быть, я в следующем видео тоже буду идиотом, и не поставлю или поставлю, я не знаю. Я теперь не знаю, я не знаю, что мне ставить. Я поставлю тебя в бан. Может быть, он это имел в виду. Ты дебил, ты ищи алмазы на каш, дом уровня дурак. И вот это лицо, оно меня так радует, если честно, вот с таким милым улыбчивым лицом такое писать, это меня просто начинает колотить, когда я вижу, когда маленькие дети начинают оскорблять, чисто из-за того, что я, мать его, не нашёл алмаз в каком-то странном эндерсундуке на каком-то уровне, боже мой! Идиот! Идиот, всё, я не знаю, как, что... Татьяна Жукова, зачем? Зачем вы так со мной? Как бы, я же вроде бы ничего плохого не сделал, вроде бы, нет? Эй, ты, дурак, ты чего не взял, алмаз? Фу! Прости меня, Григорий Глинский, я без понятия, почему я не взял алмаз... Вот судьба так распорядилась. Ну, не взял я алмаз, хрен с тобой, буду гореть в аду из-за этого. Дебил чёрный блока и был сундуком. Сейчас я попробую это перевести. Дебил чёрный блок и был сундуком. Почему она меня чёрным назвала? А может быть, дебил? Чёрный блок и был сундук? Вот, другое дело. Да мне срать то, что это был Эндер Сундук. Войс, ты хороший обзорщик модов, но кто не смотрел Время Приключений, тот лох. Сори. Вот так вот, все 180 видео, которые сделал, весь этот монтаж, всё это время, которое ты потратил, ты хороший обзорщик, но ты лох. Ты вот не смотрел Время Приключений. Хоть убей, я лох, не смотрел Время Приключений. Сейчас мы посмотрим, кто здесь лох. Ребята, это Приключений. Вот чужие земли на... Короче, ладно, я останусь с лохом. Оно того не стоит. Ты говно, сука ты. Дабл килл, них... Прям так эпично, так логично ещё, знаете, это просто... Именно этот комментарий, он меня вдохновил на это. Я на самом деле теперь понимаю, что я сделал не то. Я тебя не успел забанить, вот что я сделал не то. Войс, ты сука, Войс, ты говно, ты сволочь. Хрен с ним. Короче, этот комментарий меня просто уничтожил в конец. У меня нету и не бфло такого мода. Дизлайк, бери пример с Кейна. То есть, если у тебя нет такого мода, а я сделал на него обзор, я должен получить дизлайк со это? То есть... Кейн, Кейн, объясни мне, как ты телепатически связываешься с своими подписчиками и узнаёшь, какие моды у них есть, а каких нету. Кейн, мне это срочно нужно, а иначе я так и буду получать дизлайки от Яна Аракельяна. Это надо записывать такой мод, который у вас уже есть, но вдруг у какого-то человека из 100 тысяч подписчиков не будет такого мода. Что я буду делать? Что я буду делать? Ты мразь. Гений комментариев, я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует...